добрый день дорогие друзья наконец-таки подошел концу этот год 2022 год исключительно важно для всех нас потому что год важно для страны год важно для каждого учреждения и предприятия такого как наш центр иммунологии и репродукции год который был важен и для меня лично потому что колесо сансары при скорби моему или к радости моей совершила свой большой цикл и очень важный для меня мой год год тигра он еще пока не кончился и будем надеяться что принесет для меня какие-то дополнительные успехи и дополнительные радости и какие-то надежды возможно сбудутся вот я хочу поблагодарить всех тех кто поздравил меня в этом году с этим важным для меня событием вот то есть мы как и вся страна как и весь мир как каждый человек подводим итоги предыдущего года и желаем друг другу всего самого самого хорошего самого радостного самого светлого и самого доброго я конечно первую очередь хотел бы пожелать радости счастья и крепкого здоровья всем нашим пациентам которые наблюдались у нас течение предыдущего года и предыдущих лет которые прошли у нас беременность успешно и у которых родились детки в результате обследования и наблюдения во время нашего в нашем центре и таких пациентов очень очень много и очень сложные случаи были и мы об этом иногда говорили кое-что проникает в наш эфир причем мы никогда не пытаемся уговаривать пациентов давать какие-то отзывы мы всегда иногда просим да если вот вы разрешаете то мы поместим ваш отзыв или поместим фотографию вот но вот эти десятки мальчиков и девочек младенчиков которые родились в этом году и сотни и тысячи детей которые родились за предыдущие годы это конечно то ради чего мы работаем ради чего мы не только работаем но и живем потому что медицина это служение акушерство и гинекология это особое служение очень большая ответственность потому что мы имеем не одного пациента минимум маму внутри утробного ребеночка и папу то есть минимум триада существует всегда когда мы ведем супружескую пару есть еще и дети которые предыдущие родились до того как пациентка наблюдает у нас беременность у нас уже есть семьи у которых родились и по двое и по трое детей причем это семьи у которых многие говорили что у вас никогда не будет детей никогда вы не родите ребенка вам нужна донорская яйцеклетка или донорский эмбрион или какой-то суррогатное материнство но у нас эти пациенты наблюдаются обращаются к нам доверяют нам обследуются и мы проводим весь этот цикл от подготовки к беременности до рождения ребенка и после этого уже наблюдаем женщину диспансер на и очень многие пациентки приходят к нам за вторым и за третьим ребенком и в связи с тем что мы уже существуем больше 25 лет и уже прошли вот этот четверть вековой рубеж в нашей тяжелой но очень радостной и внутренней благодарной работы потому что радость общения с мамами радость общения с молодыми счастливыми родителями у которых появляются малыши это конечно ни с чем не сравним то есть это подпитывает нас особым теплом особым добром которое мы всегда стараемся нести всем нашим пациентам поэтому я желаю всем вам нашим дорогим пациентам которые обращались к нам может быть даже один раз или прошли у нас уже не одну беременность мы желаем вам всего самого-самого хорошего да и я хотел сказать что к нам уже приходит фактически третье поколение то есть были пациенты которые наблюдались у нас в 90-е годы у них уже выросли дети и дочери по рекомендации мам приходят к нам уже наблюдаться с нормальной беременностью здоровый вот и надо сказать что это конечно всегда очень радостно когда ты понимаешь что тебе помнят те женщины те пациентки те супружеские пары которые с нами шли в 90-е годы то есть это очень очень приятно поэтому я хочу высказать слова благодарности за все те поздравления которые я лично и наши врачи и наши службы колл-центр и так далее передали нам которые мы получили и которые службы передали нам слова благодарности слова поздравлений со стороны наших супружеских пар и молодых родителей чудесные совершенно фотографии младенчиков детишек и уже подросших детей иногда уже приходят фотографии как сегодня не очень было приятно получить фотографию от саши миши потому что действительно тяжелые как бы не то чтобы тяжелая беременность но тяжелая была ситуация когда казалось бы все было против нас и вдруг ты видишь вот эти два счастливых ребенка подрастающих счастливую любящую семью и вот эта любовь все побеждающие она конечно играет очень важную роль в том чтобы все было хорошо и это любовь помогает нам любовь в супругов друг другу любовь супругов к детям решимость пройти до самого как бы решимость пройти трудности тяжелые но не падать духом вот это очень очень важно поэтому я очень рад то что вы у нас есть то что вы доверяете нам то что мы проводим обследование и получаем какие-то результаты потому что действительно реально если посмотреть и сравнить наш центр и другие медицинские учреждения конечно я считаю что это достаточно уникальное явление я консультирую пациентов по всему миру и я могу сказать что аналога нашим программам нет абсолютно нигде очень я рад тому что мы сумели создать такие программы уникальные которые помогают справиться с очень многими проблемами тогда когда другие просто разводят руками и говорят ну ничего не получается наверное здесь уже ничего не получится поэтому всего самого самого хорошего я желаю всем нашим пациентам которые были у нас и в этом году и в предыдущие годы и желаю всего самого хорошего самого доброго самого светлого крепкого здоровья чтобы мирного неба над над головой для того чтобы все проблемы остались позади и чтобы придут наступающий новый год дал нам только радости только счастья и только победу вот дальше конечно я хотела бы побудрить всех наших слушателей коллег наших врачей которые слушают нас в разных странах раскиданы по всему миру фактически в разных городах разных регионах и мне приходится получать много писем со словами благодарности о том что наши просветительские передачи помогли разобраться в проблеме помогли провести обследование пациентки помогли решить целый ряд медицинских проблем и получается что дополнительно к тем десяткам пациентов которые наблюдались у нас с беременностью в течение вот этого последнего года я думаю сотни и тысячи других пациенток о которых мы даже не знаем наблюдались в разных уголках и нашей страны и других стран где живут наши зрители вот и конечно я хочу очень побудрить вот наших врачей которые слушают наши лекции которые фактически являются такими незримыми нашими партнерами за то что вы нас смотрите нам доверяете нам пишите присылаете пациента к нам для обследования и мы потом совместно проводим уже и подготовку к беременности и беременность и планируем следующие беременности здесь конечно очень большую роль играет портал академии акушерства и гинекологии с которым у нас установились очень тесные я бы не сказал даже партнерские какие-то гораздо более тесные чем партнерские очень хорошие дружеские связи и этот портал развивается там сейчас можно слушать лекции за которые вы будете получать баллы для аккредитации ну и мои лекции тоже должны были бы быть больными но это моя вина то есть моя кульпа то есть настолько плотный график что иногда не удается заранее все подготовить так чтобы были вопросы и так далее так далее чтобы это все но постараюсь так чтобы все эти лекции которые начнутся уже и продолжится на портале акушерства и гинекологии чтобы они были больными чтобы слушая нас вы не только получали новые знания но и получали вот эти очки которые дадут вам возможность спокойно проходить вот эти все рогатки а кредит аккредитации и так далее вот я очень благодарен тому что вы мысленно с нами я желаю вам всего самого хорошего творческих успехов успехов в лечении ваших пациентов успехов в лечении и ведении супружеских пар в том чтобы рождались только доношенные только здоровые дети и насколько возможно мы всегда будем рядом с вами мы всегда будем помогать мы всегда будем консультировать потому что в этом я вижу нашу задачу я сам педагог высшей школы я люблю читать лекции я люблю давать новые знания и мы не представляем себя какими такими законсервированными которые прячут от всех то что знают нет наоборот мы стараемся развивать новые и новые направления и с этими направлениями делиться и вот недавняя моя лекция последняя которая была в наш эфир предновогодний в рамках наших эфиров цели в мире я как раз решил предварить научную тему тем чтобы подвести итоги тем инновациям и тем новым инновационным направлением которые были разработаны и внедрены в нашем центре за последние два-три года я был поражен то что мне не хватило даже 12 слайдов не хватило для того чтобы все перечислить потому что когда уже я эти слайды сделал и об этом поговорил вдруг оказалось так вот это еще об этом не сказали и об этом не сказали и об этом не сказали вот поэтому конечно здесь вот тот подход который мы практикуем это подход индивидуализированной медицины персонализированной медицины интегральной медицины медицина основанной на изучении особенности организма на биологии систем, systems biology или системной биологии, как это иногда переводят. То есть для нас это все не пустой звук. Но стоим мы не на каких-то техногенных плечах каких-то роботов и так далее, мы стоим на плечах московской школы акушерства и гинекологии, если шире, то российской школы акушерства и гинекологии. То есть это те люди, которые являются нашими настоящими, реальными учителями, потому что я вышел из этой школы, я глубоко уважаю своих вот этих учителей, которые были, причем не только тех, которые нам преподавали, но и тех, которые создавали эту школу. Владимиру Федоровичу Снегиреву, Александру Пятовичу Губареву, профессору Макееву, профессору Побединскому и так далее, на книгах которых, на работах которых мы учились, развивались. И то, что мы внедряем, то, что мы сумели сохранить в эти тяжелые последние два десятилетия, когда попытались закрыть вообще клиническую медицину как таковую, заменить ее медицинской статистикой, забыть о клиническом мышлении, забыть о ботеологии, патогенезе и так далее, и так далее. То есть вот простыми гайдлайнами нельзя ничего сделать внутри медицины, особенно современной медицины, репродукции и перинатологии. Поэтому я хочу сказать, что мы все это сохранили, мы все это интегрировали, мы это продвигаем и мы это распространяем, и мы видим, как действительно вот эти вот круги распространяются, как радиоволны, как какие-то поля создаются вокруг и нас, и тех партнерских центров, которые начинают делать наши программы. И я вижу, что меняется лицо медицины. То есть вот мы вроде бы такие маленькие, вроде бы такие инновационно-пионерские, которые идут вперед, вперед и вперед, как наши предки, как мои предки, которые завоевывали Сибирь и шли дальше на Камчатку, на Аляску, на островки всякие там, Командорские, Курильские, Алиутские, и дальше вдоль западного побережья до Калифорнии. Вот мы такие, понимаете, мы такие, мы инновационные, мы движемся вперед, и мы сумели сохранить и сберечь то, что пытались разрушить, и что практически разрушено, то, что сумели разрушить на Западе за последние 20 лет, и мы видим, с одной стороны, уважая технологичность западной медицины, мы четко совершенно видим, что эта медицина находится в глубочайшем кризисе, и в той области, в которой мы реально помогаем, она часто не справляется. Именно из-за того, что она отказалась от заветов Гиппократа, от великих физиологов, от наследия великих физиологов, великих патофизиологов, великих клиницистов, которые в гробу переворачиваются, когда видят, что нужно просто задать вопросики, получить некие ответики, и на основании этого по гайдлайнам назначить какую-то стандартную терапию. Это страшная беда, от которой, к счастью, сейчас освобождается медицина и на Западе, и на Востоке, и у нас. Но вот эта беда нанесла современной клинической медицине огромный совершенно вред. Огромный урон был несен за последние 20 лет. И на смену вот этой примитивной статистики приходит настоящая персонализированная медицина, и поэтому мы живем в период такой хороший, революционный, на заре по-настоящему новой медицины, где генетика будет лежать в основе изучения патогенеза, изучения тех механизмов, которые принимают, патологических механизмов, которые создают проблему именно в конкретном организме. Вот это вот очень-очень важно. Поэтому, наши дорогие коллеги, желаю вам в новом году всего самого-самого хорошего, успехов, профессионального роста, и, конечно, работа наша очень-очень тяжелая, но, с другой стороны, благодарная. То есть побольше, побольше рождения здоровых детей, и побольше счастливых глаз, счастливых мам и счастливых пап. Ну и, конечно, поздравив наших зрителей, врачей, я хочу, конечно, поздравить наших партнеров, которые помогают нам в нашей работе. То есть это и поставщики реактивов, и тех людей, и те организации, которые помогают нам продвигать наши программы. То есть мы вас очень-очень любим, мы вас уважаем, мы очень ценим вот эти партнерские, по-настоящему хорошие отношения. Собственно говоря, наш центр создавался в свое время, в начале 90-х годов, как центр, интегрирующий самые последние достижения современной медицины. И если кто-то из сотрудников помнит вот этот наш праздник 12-летия, ЦИР, когда мы переходили из одного состояния в другое, то есть заканчивался тот период, когда мы во многом сотрудничали с внешними организациями, с институтами. И вспомните, сколько было людей, сколько было профессуры из самых разных институтов, из онкоцентра, из института иммунологии, института ревматологии, конечно же, и общей генетики, и института трансплантации и так далее, и так далее. То есть очень-очень много было наших тех партнеров, с которыми мы начинали. Это всегда было особенностью нашего центра, что мы находим талантливых людей, которые делают какую-то очень важную кусок работы, и дальше мы этих людей, с ними начинаем сотрудничество для того, чтобы продвигать новейшие, совершенно новейшие технологии в диагностике. Поэтому всем нашим партнерам желаю всего самого хорошего, радости, счастья, благополучия, достатка, удачи, и чтобы было все хорошо у вас и в ваших семьях. Ну и наконец-то, конечно, я хотел бы поздравить всех сотрудников нашего центра, и начать я хотел бы с наших врачей, акушеров-гинекологов, которые выполняют очень трудную работу. Я хочу сказать, что не так просто работать в центре иммунологии и репродукции, не так просто работать с Игорем Ивановичем, потому что Игорь Иванович и требует, и требует постоянного обучения, постоянно требует того, чтобы здесь мы сделали вот это, нужно овладевать новыми и новыми знаниями. И надо сказать, что у нас сейчас такая хорошая команда врачей, нам так хорошо внутри нашего врачебного коллектива, врачей, акушеров-гинекологов, мы так хорошо понимаем друг друга. И я очень-очень рад тому, что, в общем-то, у нас идет как бы сосуществование сразу нескольких поколений врачей. Есть врачи, которые с нами начинали с самого начала, то есть которые работают у нас уже больше 20 лет. Есть врачи среднего поколения, которые работают у нас уже по нескольку лет. И я очень рад, что сейчас стала обновляться команда за счет молодых врачей, которые тоже мы берем, обучаем. И я хочу сказать, что наш центр всегда открыт для молодых врачей. Самое главное, чтобы человек любил свою специальность, чтобы у него были достаточные базовые вещи, базовая подготовка для того, чтобы можно было дальше двигаться внутри специальности. И очень важно, чтобы этот человек любил пациентов. Не видел себя в окружении пациентов или каких-то побед, чтобы этот человек видел себя в реализации тех задач и в решении тех проблем, с которыми обратилась супружеская пара. Очень тяжелая работа нас. То есть это по-настоящему наши врачи-апушеры-гинекологи. Это врачи высокой репродукции. То есть мы занимаемся высокой репродуктивной медициной углубленной. Таких подходов и такой глубины понимания тех процессов, которые идут внутри организма, которые связаны с репродукцией, нет, пожалуй, нигде. Потому что это была моя мечта, начиная с первых курсов обучения в первом меде, попытаться разложить проблему, опустившись до молекулярного уровня, а дальше подняться уже до уровня органного, системного и уже до уровня личности и даже до уровня супружеской пары. И вот когда ты поднимаешься и опускаешься на разные совершенно уровни понимания, вот та школа, которую я получил, потому что это, если брать физиологию, то это школа функциональных систем академика Анохина. Нас этому учили, и кое-что мы тогда не понимали, сейчас мы понимаем очень-очень многое. Я лично обучаю всех наших врачей, акушеров-гинекологов, которые у нас работают, и это действительно марка. То есть врач ЦИР – это всегда марка. Я горжусь своей командой. Желаю всем нашим врачам, акушерам, гинекологам всего самого-самого хорошего, самого доброго, выдержки, терпения и сил, потому что наша работа, мы не работаем в роддоме, у нас нет вот этих бессонных ночей, которые врачи проводят действительно в тяжелых, напряженных условиях, акушерских и гинекологических стационаров, но у нас свои перегрузки. У нас перегрузки, когда мы обрабатываем и просматриваем перед приемами и во время приемов сотни страниц текста, разбираемся, систематизируем, анализируем. После того, как пациентка обратилась, должна возникнуть определенная концепция, определенная гипотеза, которую нужно подтвердить или опровергнуть, или несколько гипотез, которые нужно подтвердить или опровергнуть в результате дополнительного обследования. Объяснить все это пациентке, наметить план, после этого проанализировать анализы, с которыми пациентка пришла уже по результатам обследования. Это очень тяжелая, напряженная работа, которая требует очень высокой отдачи. И легко могло бы быть выгорание, возможно, коллектива, или просто то, что человек не выдерживает, но нам помогает выдерживать то, что все-таки мы получаем очень хорошие результаты. Каждый наш врач видит то, как все получается. Поэтому, дорогие мои, я вас очень всех люблю, очень уважаю, очень стараюсь беречь вас и желаю всего самого хорошего, прежде всего, конечно, крепкого здоровья, удачи во всем, успехов профессиональных, успехов всем вашим близким, и чтобы Новый год дал нам новые успехи, новые достижения, и чтобы мы дальше шли вперед, как единая команда. То есть всего самого хорошего, ну и, конечно, здоровья, здоровья и здоровья, я желаю всем нашим врачам, акушерам, гинекологам. Хотел бы сказать, что у нас медицина-репродукция нашей, перинатология современная, это не только акушерство и гинекология, это и андрология, и у нас очень хорошие андрологи, и генетика, и у нас хорошие генетики, и эндокринология, у нас очень хорошие эндокринологи, эндокринологическая команда, которая сформировалась, в общем-то сейчас мы уже взяли эндокринолога на полную ставку, то есть это уже не совместитель, а по-настоящему наш врач, наша команда, врач нашей команды молодой, которая очень-очень рад, что врач пришел к нам и работает в коллективе, вот это и врачи-специалисты, и терапевты, и окулисты, ну короче все наши специалисты, которые обеспечивают командное ведение супружеских пар, обследование супружеских пар, участвуют в выработке очень важных решений, помогают нам в принятии решений, если дело касается специалистов, поэтому всех врачей-специалистов, андрологов, эндокринологов, терапевтов, всех я поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всего самого-самого хорошего, крепкого здоровья, успехов и удачи близким. Конечно нужно вспомнить также и про то, кто облагораживает наш труд, наших ангелов-хранителей, то есть это наши медсестры, без них мы не могли бы существовать, без них невозможно нормальная медицинская практика, Поэтому, дорогие наши сестрички, желаю вам всего самого-самого хорошего, ваш труд мы очень ценим, мы вас очень-очень любим и считаем, что вы являетесь неотъемлемой частью нашего коллектива, Это коллектива, который выполняет очень сложную и тяжелую работу, направленную на здоровье будущих детей и их мам. То есть это очень-очень важно, поэтому спасибо, что вы с нами, желаю всего вам самого хорошего, самого доброго, крепкого здоровья и успехов и удачи во всем. Вот. Дальше я хотел бы, конечно, отдельно поздравить коллектив нашей лаборатории, потому что это невероятно важная составляющая часть нашей работы. Лаборатория — это то, что явилось плодом наших многолетних усилий. Около 8 лет мы шли к тому, чтобы создать собственную лабораторию, и в 2003 году она была создана, хотя лабораторные программы отдельные у нас начались еще даже до того, как мы начали покупать оборудование, то есть у нас уже была очень хорошая сперматология и целый ряд других таких, может быть, невиданных анализов, но которые были очень важны. Но сейчас у нас есть полноценная, очень хорошая, хорошо оборудованная, хорошо оснащенная лаборатория, но никакое оборудование не будет работать без людей. Поэтому и врачи-лаборанты, и медицинские биологи, и медицинские техники, вообще весь персонал нашей лаборатории огромное вам спасибо за тот труд, который вы делаете. И в новом году я желаю вам всего самого хорошего, самого светлого, самого доброго. И я надеюсь на то, что мы будем создавать, что всегда будем единой командой, потому что вы нам помогаете осуществлять все наши самые дерзкие планы. Наметили, подумали, разработали дизайн возможных исследований, анализов и так далее, и проходит совсем короткий период, и эти анализы реализуются. И самое главное, на высочайшем качестве, высочайший уровень. Есть вещи, где, есть направления, в которых мы просто лидируем по всем статьям. Это в частности андрология. Благодаря вам, дорогие мои, у нас самая лучшая андрология, я думаю, что не только в Москве, но и в России. Очень хорошая, я имею ввиду, исследования андрологические, спермограмма и так далее. Так держать, дорогие мои, мы с вами, и мы всегда будем единой командой. Очень важной командой, член, очень важной составляющей части нашего коллектива являются врачи ультразвуковой диагностики. Это настоящие ас, настоящие эксперты. Удивительные совершенно специалисты от высочайшего уровня, имеющие все необходимые вот эти все сертификаты, в том числе ФМФ и так далее. Я считаю, что эти формальности важны, но неформально, то есть реальный уровень тех врачей, что они собой представляют, не по каким-то бумажкам, не по каким-то одежкам, это все гораздо интереснее и гораздо важнее. Поэтому, дорогие мои коллеги, врачи ультразвуковой диагностики, я очень рад, что вы у нас работаете. Мы составляем единую команду, и именно участие в программах перинатальных врачей ультразвуковой диагностики позволяет нам быть тем и осуществлять ту дерзкую и очень важную и серьезную программу, о которой мы заявили примерно в 2017 году и осуществили уже и осуществляем сейчас, это программа Плацента Клиник. То есть без врачей ультразвуковой диагностики, без их помощи, без их участия в этой программе очень многие вещи были бы просто невозможны. Поэтому спасибо вам большое, что вы у нас работаете, спасибо, что вы составляете часть единой команды. Я считаю, что мы в этом году будем интегрировать еще глубже все наши программы, потому что это все как бы вполне нормально ложится на концепцию предусмотренных нашими отечественными приказами и регуляторами отделений антинатальной охраны плода. Может быть мы так их не называли, но реально эти отделения у нас существуют в каждой нашей клинике, поэтому я считаю, что здесь очень-очень все очень важно. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, острого взгляда, точной диагностики всегда и во всем, чтобы не было никаких абсолютно ошибок, чтобы вы были всегда самыми лучшими, самыми первыми, самыми важными. И я просто хочу сказать, что сегодня я получаю очень много поздравлений от своих пациентов, от тех супружеских пар, у которых родились дети и в этом году, и в предыдущие годы, и всегда и везде вспоминают врачей наших, врачей ультразвуковой диагностики. Мне очень приятно, что у нас такой хороший коллектив врачей ультразвуковой диагностики, поэтому я очень-очень рад тому, что мы все вместе. Я хотел бы отдельно поздравить наших менеджеров. Ваша работа не видна. Ну, кто-то, возможно, больше на переднем плане, больше общается с пациентами, кто-то меньше, а про кого-то пациент вообще не знает о том, что такие сотрудники очень важные есть, которые обеспечивают работу, инфраструктура. Но это служба тыла. То есть это очень-очень важная структура для каждого медицинского центра. Поэтому без вас мы бы не выдержали, без вас мы бы не смогли прожить ни одной недели, ни одного месяца. И я очень рад тому, что у нас сложился на протяжении вот этих последних нескольких лет удивительный совершенно коллектив менеджеров, которых я очень люблю всех, очень ценю всех, с которыми у нас абсолютно нормальные, деловые, хорошие отношения, когда не нужно там долго разжевывать, когда не нужно долго объяснять, когда целые куски такой важной работы, без которой невозможно существование ни помещений, ни клиник, ни оборудования, ничего. Это все работает как часы, работает очень хорошо. Поэтому желаю вам всего самого хорошего, всего самого хорошего, доброго и теплого вашим близким. Вот. Работа тяжелая, ненормированная. Игорь Иванович вас дергает, тот также иногда бывает и по выходным дням, иногда рано утром, что-то требует, что-то сообщает, о чем-то говорит. И я всегда нахожу отклик и поддержку не только я, но все наши сотрудники, которым нужна поддержка техническая со стороны менеджерского коллектива. Все это мы получаем, поэтому огромное вам спасибо. Я хочу поблагодарить работу всех наших служб, которые работают непосредственно с пациентами. Это очень тяжелая работа. Это рецепция, и колл-центр, и курьерская служба, и IT-отдел. То есть все те структуры, без которых мы их, с одной стороны, где-то видим, где-то мы их не видим, но без которых тоже невозможно было бы существование нашей организации. Бухгалтерия – очень важный отдел, который у нас всегда был на особом положении и всегда был укомплектован великолепными совершенно сотрудниками, которые реально работают с большой очень самоотдачей. Поэтому всего самого хорошего. Я желаю всем, всем, всем нашим сотрудникам и рецепции, и колл-центра, и курьерам, нашему IT-отделу и сотрудникам, которые обеспечивают чистоту во всех наших помещениях. И, конечно, я хочу пожелать счастья и радости, и поддержки тем людям, которые обеспечивают наши передачи. В частности, Ивану Гаврову и его замечательной супруге, которой мы обязаны вот этими чудесной елочкой, чудесными, этими милыми, удивительными совершенно игрушками, которые вы нам подарили и в прошлом году, и в этом году. Поэтому я желаю всего самого хорошего абсолютно всем нашим сотрудникам, которые у нас работают и которые нам помогают в нашем достаточно сложном, нелегком и, самое главное, очень ответственном труде. Итак, входим в Новый год. Новый год шагает уже по нашей стране уже несколько часов. Через несколько часов и в Москве зазвонят куранты, мы послушаем поздравления нашего президента, откупорим шампанского бутылку, выпьем за уходящий год, выпьем за год, который наступает. Вот, я желаю всего самого хорошего всем вам, всем нашим соотечественникам, всем нашим зрителям, сотрудникам и партнерам, которые живут в других странах, которые нас любят, которые нас поддерживают, от которых мы получаем постоянную подпитку. Всего самого-самого хорошего, успехов, побед, радости, счастья и наивысших достижений во всех областях, в которых вы работаете. Большое спасибо за внимание, до свидания, с Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok